всем доброе утро я еще сплю хотя встал уже танюшка с ребятишками спит паша с они в лагере спят но они там ночевали сейчас буду завтрак готовить потому что у них завтрак в 9 нужно приготовить завтрак кормить их кормить всех потом у нас 10 10 часов сплав вчера танюша свалила с температурой не знаю как она будет связь сегодня чувствовать но вряд ли она пойдет на сплав так что я сам пойду спать хочу в общем пошел и готовить завтрак час свою кашу стушил лучок на кашу нас тут суслики оккупирует постоянно анютка пришли к нам лагерь с пашей паша побежал правда там обратно в лагерь забыл кое-что анютка ведь я пойду к боречке соскучилась анют он по тебе ты по нему все наслаждаются сестра с братом горечка делает хлеб правда закваска не использовалась уже на больше двух недель посмотрим как она проснется ребята убежали поели убежали в не частом тихо время будет тихо время это когда детки вообще в нас церкви тихое время это когда утром молишься перед рабочим днем молишься то есть просишь там бога благословения на день в общем утренняя молитва и вот у деток тоже каждое утро молитва там вот они побежали на тихое время а мы готовимся к сплаву вот здесь уже готовят лодки не лодки а как они правильно называются рафты рафты на раф так будем сплавляться и сейчас мы тоже докушиваем и быстренько быстренько бежим мы на рафтах спагетти и салатик и корова отбивная у нас на сейчас будем отбивать их много-много-много давайте парни помогайте маме любят нас коровы слушай тань тань два слова про сплав потому что батареи сели мы так и не закончили в отдельном видео будет да конечно там целый сплав там же целая серия мы сплавлялись незабываемые чувства теперь мы хотим записаться на более сложный сплав где между ущельем вот так вот бросает и между ущельем ты плывешь никто не влево не вправо только вперед вот говорит если соберет на более сложный сплав людей то поедем в два раза длиннее плюс еще по всем вот этим до обратно же про это мы скорее все поснимаем просто там и я попробую как-то сесть тоже посерединке если у меня получится поснимать еще ну в общем будем что-то смотреть незабываемые чувства я так боялась и так зря боялась потому что там и страшно и красиво и очень классно поэтому об этом в отдельном видео либо уже вышло либо выйдет ребят очередная уборка мы еще не убирались ни разу с того время как приехали быстро когда раскладывались раскладывались и там все побросали мы наконец-то сюда добралась сейчас стирать нужно пополнить боречки ну давай занимайся потеряли батареи ребята с фотоаппарата две самые классные оригинальные а последние которые мы купили заказали с Москвы да мы их заказывали я не помню откуда ну оригинальная батарея стоит три с чем-то три двести кажется или три с половиной тысячи а это по 250 или 300 рублей штук и всех можно выбросить сейчас прием в Новосибирск после лагеря обязательно купим штуки три оригинальных потому что без них каким чудом и вообще сплав сняли на двух батареях я удивляюсь я буду сейчас заниматься матрасом он спускает ну этот надувной на палатке мы уже без матраса спим третью ночью четвертую там у нас под низом под ним тоже матрасы хорошие ватные, ватные, да жестковато все равно Пашуня на коне сейчас они сюда и будут подниматься сниму поближе привет 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 никогда не подходил никогда не подходил? да я бы тоже хотел тоже хотел бы? если можно таких маленьких то покатаем тебя хорошо? у нас буря пыльная буря палатка стоит а палатка стоит мы Борю посадили в кухню в летнюю ну вот эту вот кухоньку коляска закрыли там все людей вот кухня сломала вот это столько нанесло прихожу думаю да посмотрю как Боря здесь а он заснул а ему хоть бы что ну здесь хорошо сейчас я его положу укрою вот он наш герой великий а нашел сыну самолетик ура 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 у нас начался дождь мы быстренько-быстренько все забираем очень быстренько мне кажется наоборот это свалит нет? нет оно так видит лежит а вот та бутыль может унести стой я уже досмотрела на него бомбоубежище нет ветроубежище у нас получилось ветродождь нет у нас буря ветроубежище сидим кукуем куку куку это палатка первый раз под таким ветром да ну довольно таки неплохо выдерживает но я ее хорошо закрепил по прогнозу МЧС прислали что будет ураган но его не было воскресенье нет но все равно выдерживает как бы ты не закрепил если палатка не подготовлена то она не выдержит я имею ввиду сама конструкция хорошая Боря еще сверху накрыл ее накрывашкой синей сейчас будем кукувать здесь пережидать дождь сниму вам притихший лагерь ни одной души нету все попрятались смотрите так прикольно все попрятались о нет кто то там ходит все таки главное чтоб ненадолго никого нету все столики убраны вот это кто будет смотреть кто здесь был знаете как лагерь выглядел со стороны прикольно пустой пустой а ну ка там не молодежь ходит на кухне ребята работают укрепляют мужчины навесы и все остальное у подростков почти все попрятались ну а у детей скорее всего все 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 попрятались потому что паша прибегал говорит как только начинается хоть маленький дождик нам вожатый говорит быстро быстро все в палатку все в порядке Боречка проснулся Боря его покупал не снимаю потому что бегаю между Борей и блинами чтоб не сгорели то Боречке маленькую футболку нашла то вытирала полотенцем то за штанами побежала вот пока между всем все дай-ка вам сниму смотри эту идиллию когда папа покупал сына и одевает его держи смотри вот глушитель ты его сади я его буду кормить глушитель будешь ему понравился а у меня вот красавчики Анпашка пришел гонять в мяч и побежал побежал вот 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 нравится им здесь именно поэтому ребят мы сюда спешили очень многие из вас пишут как мы социализируем наших детей вот так вот это один из видов социализации то есть они у нас на кружок ходят мы теперь каждый год будем ездить в лагерь они у нас на детских площадках играют мы вводим в их разные красивые места то есть я имею ввиду некрасивые и интересные в плане ну где есть дети какие-то развлекательные центры и так далее чтобы они сталкивались с людьми вокруг себя ну понятно соседи понятно то есть везде 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 они сталкиваются с детьми и очень довольны отлично себя чувствуют в компании детей вот они приходят я говорю ссоритесь они говорят нет ни с кем не ссоримся нам классно говорят все играем так что вот так вот у нас происходит социализация раз расскажи что происходило там внизу мы когда играли в футбол были четыре ой три мальчика ой пять мальчиков практически таких же как я и четыре подростка и мы забили подросткам три гола а они нам четыре почти такой же результат но мы в Дарзе меньше у нас практически столько же ну да а ты гол забивал какой-то? нет не получилось но я тогда охраняла один раз ворота чуть забили и отбил мяч отбил? да молодец учись работать учись я три раза это отбивал тогда мяч когда никто не сумел подбежать я быстро я же быстро бегаю ну да молодец правильно играйте играйте в футбол забыл Паша подсмотрю что у тебя уже дизайнера ты прошел а футболисты что зачеркнули? а это у них нет просто таких марок а футболиста тоже прошел? да класс снова возвращаешься термос забыл с чаем тут уже чай щелка холодной воды добавишь уже чай Аня тебе пожалуйста обратно скажи что мне еще нужно взять все термос взял чай чай обязательно попить перед едой хорошо с Аней? попить и чай а потом вы будете кушать не бросай ты чего бросаешь? не бросай не бросай не бросай не бросай Аня прибежала и говорит у меня для вас есть подарок ты не сдавай я скажу сейчас папа памперс Боря поменяет вы наелись? да спасибо только Паша практически все осталось он съел вкус лаваш с этим с пастой да потому что я просто наследую что он так вкусно действительно я даже его не с тобой есть еще я что съела а там у меня дизайнеричка осталась ну сейчас папа придет да потерпи ты сегодня на чем-то каталась? нет Паша сегодня на лошадях катался а я нет ты наверное завтра будешь да завтра буду ну что ты хотела нам подарить с папой? чтобы вам не было скучно я вам подарю я просто была на кружке у нас кот тигруля ай спасибо это папе давай папа так за тигруля исключает смотри какой папа с тигрулей тебя я буду вместо него мурлыкать пока ты будешь засыпать и будет тебе тигруля вот так ладно а вместо шерсти дай ему шапку вот эту драконию она мягенькая и будет вид что тигруля у тебя класс Анюта а что вы делали когда дождь начался и ветер? во первых мы с Катей молились и Пашей чтобы был дождь и дальше что делали? потом мы чуть-чуть погуляли по дождикам он был сначала легкий а потом как Катя пошла в палатку потом я такая она закрылась я такая говорю Катя открой я тоже хочу в палатку и как дождь бабахнул сразу начал болеть я такая говорю Катя открой быстро зашла и все нашла себе подружку да поселились они у нас здесь у нас мусорные пакеты мы туда остатки еды скидываем они прям возле нас крутятся взяли наш генератор там что-то генератор барахлит а у детей мультик должен идти вот Боречка одолжил наш генератор мы как раз и посуду успели помыть и постираться и все сделали уже ближе ко сну время движется здесь дети мультики ставят вечером сейчас пойду вам покажу вот у нас Боречка уже тоже почти засыпает но что-то никак не заснет глазки трет может сейчас прокатают да заснет и покажу там ребята какие-то конкурсы у них будут я так и не поняла то ли это мультики то ли конкурсы в общем идем сейчас туда с вами там так кричат ребята это подростки две команды и какие-то соревнования у них происходят короче весело здесь в лагере очень сильно заняты дети постоянно у них что-то происходит постоянно какая-то заварушка какие-то соревнования тут с драконами что-то у них связано в общем покоряют они кого-то там классно и футбол и баскетбол ой этот волейбол все-все есть ну это запрыгивают они все ох и вытворяют же а все эти выиграли кто держал выиграли я так поняла те должны были все полностью запрыгнуть и не смог кто-то ну вот где мультик будет смотреть а там сейчас пойду дальше покажу что там происходит в лагере ты идешь против меня с мечом а я иду против тебя с Богом сегодня Господь отдаст тебя мне и я сражу тебя все кто собрался здесь узнают что Господь спасает не мечом но рогатка когда дракон начал приближаться Давид быстро сбросил рогатку прицелился и выстрелил прямо в дракона прямо на стол прямо на стол это сценки сценки делают дети камни еды импровизация библии только со своими героями так радуйтесь поклон здорово на поклон раз поклон драконов раз два а это наверное каждый отряд делал свою версию сценки камни еды ты пропустил совмещение мы пока добрались к вам я с Пашу хоть это ну Пашу не успели про нутеллу была нам все хоть Пашу Мама нас сняли а я пойду с той стороны сниму их Этот свиток мы откопали на Алтае. В нем заложен новый отрывок из Библии. Сейчас мы вам этот отрывок расскажем и покажем. И простер Моисей свою руку на море, и бросил посох свой в море. И Господь превратил посох в водного дракона. И сели сильные израильные на водный дракон, и сели на другой берег, в море. Погнались египтяне и вошли за ними в середину моря. Все погиб фараона, колесницы и всадники. И махнул дракон хвостом своей могучей. И поднялась большая волна и накрыла все войско Египтяне. И так накрыл Господь египтян среди моря. И сошли сыны израильные на берег моря, и воспели песню благодарности Богу. Поехали! Это покаялись, да, они? Дорогие друзья, я хочу сообщить, что этот отряд, он тоже подготовился к выступлению буквально за 15 минут, поэтому давайте еще больше вам ампланируйте. Кто забрал моего ребенка? Это мой ребенок. Это дядя-доктор забрала? Да, на лечение. Для лечения? Я вам показала его всего отряду. От скуки лечить будешь? От скуки, и под скучанием по его неубимой же сестренке. Подписывайтесь на канал. Спасибо. Честно признаюсь, я просто не ожидал. Реально, все, абсолютно все, без исключения, были очень классные, были классные костюмы, был классный смысл. И реально было очень смешно, и самое главное, было очень и очень духовно. Поэтому, я думаю, все, абсолютно все заслужили, чтобы мы поаплодировали. Но, как правило, победителей не бывают все, вот, кроме небес, там мы будем все победители. Но здесь у нас будет три победителя. Первое, второе, третье место. Если вы проиграете, не расстраивайтесь, у нас все будет куча конкурсов, где вы сможете себя проявить. Но я вам говорю заранее, судьям было очень сложно, и почти все баллы, они стоят возле друг друга. То есть там буквально какие-то мелочи позволили обогнать. У нас есть стройка победителей, я буду объявлять, а вы будете хлопать, хорошо? Да! Итак, третье место, барабанная дробь. Третье место, это водные! Это там, где Паша. Дальше просто остается на долю, прям совсем чуть-чуть. Это барабанная дробь. Это камниеды! Парабанная дробь. А вот и зеленый приз достается. Это розящие. Фиолетовые. Монютка, ничего, есть куда еще стремиться. Покажу, кстати, как здесь монитор сделали, классно. А я вот думала, как же здесь это сделано. Фильм какой-то идет. И оставлять же его здесь. А мне-то с ним что делать? Ну, подружиться с пушистым приятелем. Что за кино? Вроде классное, такое у нас нету такого, я не помню. Я не помню, это было у нас нет. Так надо найти. Настолько классный фильм, что мы остались здесь посмотреть его, Александр или его самый ужасный день. И что такое называется? Вот и Боречка идет со стульчиком. Меня уже Темка принес. Естественно, что у меня носочки были, холодно, ноги слушали. Ты Сашку спать положил, да? Да. Он спать попросил. Помоги его. Канюха тут смеется. Классный фильм такой. Я говорю, я не смотрела ни разу под этим небом фильм. Как на свидание сидишь, смотришь, как будто кинотеатр. Да, все в небо в тучах. Все, ребят, сейчас темно, светятся огоньки, видите, в нашей палатке, там дальше. Боречка моет Теме ноги, Саша уже спит давно. На этом будем день заканчивать. Классный, насыщенный день у нас получился. С бурей, с грозой, с фильмом, свиданием. В общем, все-все было сегодня. Всем пока, до новых видео, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok